Матвей 7 глава Не судите, да не судими будете То есть судите, да судими будете Не судими, да не судими будете Или судите, да судими будете Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Мы уже начали эту тему в прошлый раз. И мы продолжаем его сегодня. Это местописание ожидает, что мы будем судить правильно. Это местописание ожидает, что мы будем судить с мышлением Бога. Это сердце ожидает от нас, что мы будем судить, если уже судить, что мы будем судить с Божьим пониманием. Это место и размышление над этим местописанием дает нам понимание, что никто нас не посадит на пост, никто нам не дал положение, чтобы мы просто судили людей налево, направо, как будто мы их создали, как будто вся их жизнь зависит от нас. И мы говорили в прошлый раз, что если мы постоянно судим людей, значит, мы занимаем место Бога, потому что Бог создал нас, и Он только может правильно судить нас. И мы говорили, что мы не можем судить правильно, потому что мы ограничены. Если вы помните, когда Бог направил Самуила дом Иесеевому, 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 отец Давида, и он увидел первых людей, первых братьев, видом прекрасный, высокий, элегантный, приятный. И Самуил так обрадовался, что Бог обличал ему задание, так быстро все сложилось. И он говорит, ну точно, ну кого еще Бог выберет, ну кроме этих, кого еще Бог мог выберет. И Библия говорит, что Бог как будто ругал Самуила, ругали его, что что ты делаешь, что ты делаешь. Я же не смотрю, как люди смотрят. Не забудь, чей пророк ты, не забудь, в каком измерении ты находишься. Я же не человек, я же не сужу, как все судят. Обычно то, что всем нравится, мне же не нравится. Обычно то, что всем не нравится, это же то, что мне нравится. Он говорит, люди смотрят на внешне, а я смотрю на внутренне. И поскольку не всегда мы можем смотреть на внутренности человека, все, мы не всегда компетентны мы, чтобы судить. Максимум, мы видим, как он ходит, мы видим, как он смотрит на нас, мы видим, как он положит ложку, как он положит чашку. И мы, знаете, свои факты собираем только из этих вещей. Я когда-то говорила, что система юриспреденции нашей, он ограничен. Почему? Потому что он всегда ищет доказательства внешние. Если ты пойдешь на суд и говоришь, я чувствую, что он меня ненавидит, все будут смеяться с тебе. Потому что наша система судебная может работать только с субстанциями, с фактами, с бумагами. Докажите, покажите. Если вы не можете доказать, все дело закрывается. Хочете чувствовать до завтра, хотите получить откровение до послезавтра, если оно не факты, если никто не может его видеть, да, нухать, все, конец истории. Но с Богом нет. Сколько раз бывало в жизни, что человек делает что-то не очень хорошее, и, как мы говорим, и ему обошлось. Да, сходи с рук. Он делает что-то плохое, либо никто об этом не знает, или даже те, которые знали об этом, ну, ничего не могут делать, и человек гуляет, все. На меня дело открывать никто не может, и все. И человек гуляет. Но сколько раз мы видим, что Бог потом приходит, и все равно, спасибо за слово, и все равно Бог открывает дела на этого человека, и Бог судит его так, как мало не покажется. Потому что Бог говорит, я смотрю на сердце, вы слишком ограничены, чтобы судить. Вы слишком большие, далеко, мы, не вы, мы, я номер один, далеко от того, чтобы судить. Мы видим ограничено, очень ограничено. То, что мы видим, намного меньше, мало, у того, что мы не видим. И то, что мы понимаем, намного меньше, чем то, что мы понимаем, намного меньше того, то, что мы не понимаем. Поэтому Бог говорит, давай, давай, ты этим заниматься не будешь. У меня другое призвание для тебя, у меня другое задача для тебя. Давай, я этим буду заниматься, ты этим не будешь заниматься. Бог учит нас быть терпеливыми с несовершенством других людей, потому что люди тоже проявляют терпение к нашим несовершенствам. Я вижу, как многие люди проявляют понимание, терпение ко мне в некоторых вопросах. Я вижу, как муж терпит, я вижу, как дети терпят, потому что не всегда детям нравится то, что я им говорю, не всегда детям нравится то, что я им даю, но терпят, что делать, терпят. И я тоже терплю, я тоже терплю, это жизнь. И когда у нас будет понимание, тогда мы не будем судить людей налево-направо, мы всегда будем ставить себя на их место. К сожалению, очень к сожалению, и мы это на себе пережили, Иисус на себе это пережил, верующие могут быть критичными или критически подходить к делу. Да, ну, очень сильно, очень, знаете, разрушительно, к сожалению. Так не должно быть, но, к сожалению, вот это дух критики, вот это дух судить, но он так уже сильно вошел в церкви, что можно сказать, что половина того, чем занимается церковь, это просто критиковать, что Йонг еще не так сказал, что Кеннет Хеггин не так делал, что Рот Пасли не так делал, что упустил в своем проповеди еще кого-то, вместо того, чтобы мы воспринимали проповеди благодарности, блажение уха, которое слышат, мы начинаем видеть, он слишком прыгал, он слишком сидел, он медленно говорит, он слишком быстро, вот, и таким образом дьявол лишает нас благословения, потому что мы были фокусированы на что-то другое, мы были фокусированы, чтобы судить, чтобы оценить то, что, ну, как оценить, да, как сейчас будем в Бали сказать, мы больше давать, мы больше заняты этим, чем видеть этих людей как дар от Бога, чем видеть этих людей как голос Бога для нас, мы часто забываем, что Бог использует глиняные сосуды, мы сами забываем, что мы не намного лучше тех людей, кого мы критикуем, поэтому, чтобы спасти нас, Бог говорит нам, ну, не судите, если можно, если мы дойдем до того времени, как, ну, из-за положения вам надо судить, из-за положения вам надо делать замечание, или что-то такое, это отдельная тема, мы поговорим об этом. только Бог может говорить нам, то, что не так, при том, не разрушать нас. Потому что во имя правды столько разрушений нанесли люди, просто невероятно. если люди найдут какую-то правоту, держатся за эту правоту, и просто лупят. В Библии же написано, это же в Библии написано, же написано в Библии, вот это написано, так, что иногда тошнит от этой Библии. Мы, знаете, мы делаем людей, богоненавистниками, из-за того, что мы чересчут критичными, чересчут, и мы делаем ту работу, которую Бог нам не дал. Бог не говорит, не говорит, идите по всему миру и критикуйте, идите по всему миру и найдите то, что не так. Наоборот, идите и проповедуй Евангелие. Вы знаете, что такое Евангелие, да? Кто знает перевод? Благая весь. Я вас не критиковать посылаю. Я посылаю вас подарить людям благую весь. Но много годы, много лет дьявол обманул нас. Во имя Бога, во имя правды мы принесли очень много разрушений. И я верю, что Бог восстанавливает нас, Бог открывает нам истину, и что Бог делает нас людьми высокого качества, которые отказываются судить людей и лучше восстанавливают людей и являются примерами в этом. Будет время, если мы родители, если мы находимся в какой-то позиции власти, будет время, когда нам нужно делать какое-то, ну, как, мы называем, это как исправление, замечание и так далее. И это местоописание нам помогает, потому что Он хочет, что когда мы это делаем, чтобы мы проверили, с какого духа мы это делаем, с какого, с каким духом мы это делаем. Если мы хотим делать замечание кому-то, а если мы хотим делать замечание, значит, есть основания для этого. Правда же? Да. И если мы хотим делать замечание, и мы увидели, что без критики, то есть спокойно, с уважением к этим человеком, если мы видим, что сочувствуем с этим человеком, если мы видим, что у нас не получается, тогда надо подождать. Надо подождать, потому что Бог говорит, не критикуете замечание, да, делайте, делайте духи крутости, делайте духи любви, но критиковать нет. И если вы заметите, что вы неспокойны, что вы не можете спокойно об этом говорить, что когда вы говорите об этом, у вас давление поднимается, как же так, как он мог, он же 15 лет цепи, я не понимаю, вообще. Если так, ну успокойтесь немножко, да, потому что Бог не хочет, чтобы мы делали замечания, чтобы мы делали критики духи, но разрушительный дух, то есть дух Иисуса это не дух разрушения, дух Иисуса это дух правды, это дух дисциплина, но в любви, тебя дисциплинируют, но ты знаешь, что это в любви. Это точно так же, когда родители наказывают. Кто когда-нибудь наказывает своего ребенка? Это вы делали, как сказать, с радостью, да, очень хочется, да, очень этого только и ждали, правда же? Конечно нет, конечно нет, вынуждены, то есть, ну, ждали до последнего, крутились налево, крутились направо, ну, все. И это делали, но даже когда наказывают детей, люди, дети понимают, это в любви. Мама много раз предупреждала, они меня делают, чтобы завтра было лучше, то есть, любви, духи любви, и это то, что мы чувствуем по отношению к Богу. Я в прошлом четверг говорила, что бывает, что Бог нам что-то открывает, да, а друг други. Вот, и я сказала, что, может быть, мы узнали, что кто-то тратит, да, церковные деньги неправильно, или мы узнали, что какой-то брат живет в любви, или завязывая какие-то нечистые отношения с кем-то, или что-то такое. мы узнали, как? О, пастору надо рассказать, его заслужение надо снимать. Мы узнали, а я говорю, а вы подумали о Боге вообще? То есть, Бог вообще об этом знал до того, когда этот человек согрешил. И все время, когда человек скрывал, вы знаете, что есть такие скрыватели, да? Да? Все время, когда этот человек скрывал, думайте о Боге вообще. То есть, он знал это все до вас. Он знал это все до вас. И он не с ума зашел. Поэтому, когда мы узнаем какую-то ситуацию, мы должны думать о Боге. Ага. Значит, как минимум Бог знал об этом. Окей. Что Слово Божие говорит об этом? Какой наилучший образом я могу подойти к этой ситуации? Окей. Нужно исправление? Хорошо. Как я могу исправлять человека, притом не разрушить этого человека? В прошлый раз мы говорили о женщине пойманной, да, в людей. скажите, Иисус исправил ее или нет? Или Иисус говорит, гуляй, гуляй, да, гуляй, больше гуляй. Это то, что Иисус сделал, нет? Цель тех людей, которые привели Иисус, женщину к Иисусу, это, ну, как сказать, цель была исправления. исправления, чтобы в обществе такого не было. Ну, то есть, в каком-то мере есть добрая цель. Но, как они это делали, я даже не знаю, как довели эту, как довели, да, эту женщину, сколько унижений она прошла, я не знаю, толкали ее, я даже не знаю, как она дошла до Иисуса. Камни уже готовы. Никто не чувствовал, не думал о чувствах этой женщины. Никто вообще, ну, поймали, все, больше, все, больше ничего не хотим знать. Они рады от того, что поймали. А Иисус все время думал об этой женщине. Иисус думал, как я могу, как я смогу помочь ей? Как я смогу помочь ей? Как я смогу доказать ей любовь Божия? Как я смогу на практике? И что Иисус сначала разбирался с ее обвинителями. Она увидела, что Иисус не против ее. Иисус задала ей вопрос, где твои обвинители? Господи, их нет. говорит, Иисус избавил ее от обвинителя. А потом, то есть, Иисус как будто расположил ее. Иисус доказал, что я не против тебе. Посмотри, что я только что для тебя делал. Иисус тогда говорит, слушай, иди, но больше не греши, чтобы хуже не пришло на тебя. Такие уроки, они доходчивее, чем когда они делают с духом критики, без любви, без чувства. Сосво Божие наполнено духом благодати. И одна из работ, которые Дух Святой делает нас, это он освобождает нас от духа критики. И он дает нас, нам без критичного расположения. Мы должны знать, что всегда есть искушение судить. А судить здесь это критически судить. Всегда есть это искушение. И в прошлом раз я говорила, что как это бывает между мужем и женой, если жена ключи не находит, сразу говорит, муж, где мои ключи. То есть автоматически она все взял. Если он еще скажет, что он не взял. Как? А кто еще? Пока она потом не найдет, где она положила их, но это уже из другой серии. Поэтому это слушало со мной, и я знаю, что я помню, как я работала над собой, чтобы вообще поменял когда я что-то ищу, но от того, что ты не взял к тому, ты не видел, или знаете, я не знаю, куда я положила. То есть я беру на себе вину. Это мне надо было работать над собой, потому что первый вариант был естественно. Где мои ключи? Вот. А сейчас это начинается интересно, знаешь, я не знаю, куда я положила свои ключи. Ты совершенно их не видел. То есть я беру на себе и не набросаю сразу на соседа. Я уже говорила, мы не призваны. Кто когда-либо слышал слово призвание? Окей? Мы все имеем призвание от Бога, правда? Окей? Но пожалуйста, знаете, что туда не входит судить. Потому что есть некоторые, которые думали, что Бог поместил их в тело крестовое, для этого у них почетные ордены, почетные места судить. Это не входит в наше предназначение. И когда нам приходится делать исправление, мы должны это делать в духе смирения, дабы сами не попали в искушении. Потому что мы еще живем плоти. Мы еще живем плоти. И не забудьте, написано, в такой мере, как вы судите, так будет судить вас. Значит, очень правильно, чтобы я судила правильно. Не важно, кто я. Пастор я, эпископ я, еще кто-то я. То есть, если мне и придется, то есть, я не спешу судить. Я работаю над собой, чтобы меньше судила. Если я замечаю, что-то неправильно, очень, очень, очень аккуратно подойти к этому, чтобы не, чтобы исправлять человека, чтобы я не разрушила человека. Но если мне уже придется судить, я должна судить так, как я бы хотела, чтобы меня судили, когда придет мой или моя очередь. у Бога есть лучшая работа для нас, у Бога есть лучшее призвание для нас, чем чтобы мы судили друг друга. Библия призывает нас поощрять друг друга к добрым делам, а не судить. Тут Иисус работает с нашей мотивацией. Правильно, брат Виктор говорил, он говорил, что эти люди были счастливы, были ради поймать ее, то есть, у них jackpot, да, кое роскошь, кое счастье, эти женщины, да, и для них было счастье просто ее поймать мотивы. Иисус здесь вызывает совесть нашу, мотивы. мотивы наши. С каким мотивом мы говорим то, что мы говорим о других людях? Мне в жизни пришлось просто сказать человеку, ну, не расскажи мне это. а раньше это все было серьезно, да, хм, вообще, понимаете, это же как аппетит, аппетит же, когда тебе интересно, а мы думали, а это, хм, кошмар. а чем больше мы растем в Бога, ты уже просто вежливо говоришь, я, у меня, либо, если человек, ну, близко ко мне, мне не надо, то есть, спаси мою душу, там, мне не надо, а если человек, с которым я не очень это сама, я начинаю переводить тему, он мне говорит, что-то плохо в этом человеке, а я начинаю говорю, ну, может быть, ну, может быть, не так, может быть, он не знал, а человек говорит, он знает, он знает, я уже внутрь себе молю, Боже, освободи меня, мне, мне не нужны эти разговоры. Мы живем во плоти, и наша плот склонны критиковать людей, это мы умеем делать, университет не надо закончить, это мы умеем делать, поэтому эти местописания Бог нам говорит, чтобы мы не имели глаза, которые постоянно находят то, что не так, постоянно то, что не так, в супруге, то, что не так, в окружении, он хочет, чтобы мы делали что-то другое, найти то, что так, и начинать усилить то, что так, потому что найти то, что не так, это бессмысленно, во всех есть что-то, которое не так, поэтому, когда мы находим что-то, которое не так, за это никто нам Нобелевский премию не даст, это это не оригинально, найти то, что не так в людях, это не оригинально, за это премию не дают, а найти оригинальность, найти, как мы говорим, золото в мусоре, да, или как говорится, есть такое выражение, да, драгоценов и сничтожны, вот, за это дают приз, и что вы сказали, сестры, сказали? Да, прекрасно, вот, нестожны, вот, найти то, что все не видят, найти то, что все неспособны видеть, знаете, иногда кто-то говорит, ой, вообще я не знаю, как она вышла за него замуж, ты не знаешь, знаешь почему? Она нашла, потому что ты не могла найти, я не знаю, как он с ней живет, правильно, не знаешь, потому что она видела в нем драгоценность, о которой ты никак не способен видеть, ты и слева смотри, и справа, и сверху, и снизу, и по всеми углами никак. Она обратила внимание на благо в нем, он обратил внимание на благо в нем, это они как по-английски solidify, делайте его твердым, знаете, да, укрепить вот это, и живу себе, а ты каждый раз, когда ты их видишь, ты просто в удивлении, ты просто не понимаешь, чем они большие, и первый год проходит, и пятый год проходит, и двадцатый год проходит, ты еще в удивлении просто. эти местоописания учит нас найти драгоценность ничтожной, можно сказать, что все люди ничтожны, Давид говорит, что есть человек, что, да, в Библии написано, даже никто, а что, кто-то бы сказал, что за неуважение, Давид говорит, что ты нашел в нем, он же никакой, то есть Бог знает, что твой муж никакой, а тоже твоя жена вообще никакая, тоже ему известно, но что, он посещает его, представляешь, он посещает ее, вот он же никакой, никакой, но Бог благословляет его, я бы не посещал, Бог знал, я бы не благословлял, Бог прекрасно знал, поэтому ты не Бог, был бы я Богом, халилюя, ты не Бог, а что, я не знаю, где такие, как мы были, да, Бог кому-то говорит сегодня, или вы все на меня, я не от Бога точно, да, сегодня, да, не помазанная, не, помазанная, нам надо быстро судить себя, а медленно судить других, что нам нужно, медленно судить других, это безопасный путь, быстро судить себя, быть более требовательным к себе, а более милостивы другим людям, потому что Иисус говорит, что будьте милостивы, да, будьте милостивы, и вы получите милость, в критическом осуждении, в критическом сплетне, там милости нет, там милости нет, и самое страшное, на которое Иисус делает акцент, это то, что люди, которые так поступают, рано или поздно, так же с ними будет поступать, второй стих, то есть, кто-то, а, напомните мне, на седьмом лидерский, нет, на летном посту, помните, когда пастор Сандей раскаивал, да, что он судил другого пастора в Африке, да, на летном посту, помните, что так активно участвовал в этих осуждении и прошло через некоторое время, вот так поступали с ним, когда мы судим других людей, мы думаем, что с нами все хорошо, да, судят пастора, несправедливо, но это уже, это уже духовный закон, справедливо, несправедливо, ты так посеял, ты посеял, посеял эту семью, а в духовном мире все должно сходиться, баланс должен быть, там, то, как мы относимся к другим людям, так они будут относиться, даже если люди, ну, согрешили, да, согрешили, мы против греха, но мы не против грешника, и человек все равно создан по образу и подобию Богу, это то, что Иисус пытается нам сказать, я хочу закончить сегодня одним местописанием, откройте, пожалуйста, ну, как хотите, Битье 38, 24 стих, Битье 38, 24 стих, последняя часть, написано, Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена, сожжена, еще раз читаю, буду читать три раза, Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена, читаю третий раз, Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена, кто помнит эту историю, то есть, у Иуде было три сыновья, и первый умер, второй тоже умер, и остался маленький, и Иуда поговорил, с этой женщиной не везет, она только, ну, все, которые имели дело с ней, они умирают, я своего третьего не дам, но он не был откровен с ней, он не говорил, что дорогая, не хочу, найти себе мужа, иди домой, мой сын вырастет, я отдам тебе его, разводил, вот, и, короче, он в один день шел в одну местность, невеста, да, невеста, невеста, узнала, что он идет, и она тоже, как сказать, поставила его, она тоже разводила его, он ее разводил, и она тоже разводила, построил уловку для нее, и он считал ее за проституткой, решил расслабиться, и это, и она, у нее же была цель, и она начала говорить, и требовала не как проститутки, а что ты мне дашь, что это самое, а что ты мне сейчас даст, и она так сделала, что он оставил, по-моему, прессин, трос, еще что-то, да, и все, дело было сделано, и она забеременела, и представьте, и слухи дошли до люди, что твоя невеста непорядочная, она такая непорядочная, что забеременела, на то Юльда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена, женщина говорит, окей, без проблем, но как вы меня зажжете, найдите чей перст, чей трос, понимаете, и Юда же, что забыл, что 9 месяцев назад переспал с кем-то, даже если это была не она, он сам грешен, а говорит как первосвященник, говорит как мужчина, который никогда вообще женщину не видел, вот часто с нами и бываем, не судите увидим, мы мы не знаем мотивы людей, мы не знаем, даже если мы видим все внешние доказательства, еще есть внутренние, которые мы не видим, давайте, если мы занимались вместо Бога раньше, если мы судили людей раньше, попросите у Бога прощения, попросите у Бога прощения, чтобы суд не пришел на вас, и попросите благодать Бога всегда жить так, как Он хочет, чтобы мы жили, чтобы мы быстрее судили себя, и если уже пришло судить других, чтобы мы это делали в духе любви, чтобы мы это делали с аргументами, чтобы мы это делали, чтобы даже если когда-нибудь придется нас судить, чтобы нам не было страшно.